Микс Ньюс. Итоги 2019 года. Политика. Доброе утро. Еще раз Анастасия Смоловская, Абик Элкин в этой студии. Мы сейчас прослушали промо, и Алена Борисова должна была присоединиться, поговорить с нами о политике, но заболела. Поэтому берегите себя и здоровье свое. Кажется, что когда здоровье желают в молодости особенно, это кажется, что такое, зачем нам это здоровье? Мы все молоды, прекрасны, и нам это не светит. А вот оно как. Так что передаем Алене привет, пускай выздоравливает. А мы про политику говорим теперь в этом часе до 10 часов. Вспоминайте главные политические события, на ваш взгляд. И вот как Абик мудро заметил, политика и экономика – это всегда такие настолько взаимосвязанные вещи. Мы по своему опыту, когда мы подбирали события для нашего опроса на портале Микс Ньюс ЛВ, мы в какие-то моменты не могли разделить, что же это. То есть вроде как тендер на вывоз мусора – это вроде как экономика, а вот как окликнулось и распуск Рижской думы из-за мусорного кризиса. Акции протеста медиков вроде как общество, но как бы и политика. В общем, пять категорий в политических событиях мы вам тоже предлагали на портале Микс Ньюс ЛВ. Это развал в Рижской думе, акции протеста медиков, языковая реформа во всех образовательных учреждениях, автоматическое гражданство для детей-неграждан и падение рейтинга партии КПВЛВ за год с 14% до 2,5%. Вот такие варианты и языковая реформа больше всего. А нет, развал в Рижской думе – 46%. Да, ну я хочу сказать, что событий политических в этом году было так много, что, наверное, этим событиям, даже если мы посвятили три часа интерактива, я вас уверяю, мы бы даже не смогли все это обсудить. Хотя этот год был такой, там выборы только были одни в Европарламент, но об этом тоже поговорим. Но вообще столько было политических событий, связанных с экономикой, может быть, напрямую не связанных, что действительно есть о чем говорит. Но вот многие люди, те, которые не интересуются политикой, иногда у тех, кто интересуется, вызывают удивление. Они говорят, ну что же, это ведь так интересно, ну почему же вы не интересуетесь политикой? Но вот эта вся свистопляска, по-другому не назвать, вокруг распуска, не распуска Рижской думы, вот натолкнула меня на такую парадоксальную мысль, что даже те, кто интересуется политикой, вообще могли запутаться. Очень многие из этой категории людей у меня спрашивают, слушай, так ты мне все-таки объясни, говорит, а что, собственно, происходит? Я никак не могу понять. Распустят эту думу? Не распустят? На каком основании? Что вообще всеми происходит? Потому что так вот эти наши правящие все это запутали, так усложнили и превратили это в такой даже не трагикомедию, а трагифарс, что разобраться во всем вот в этом винегрете крайне сложно. Да куда далеко ходить мы вот вам как часто звонили, потому что сами разобраться не могли, хотя вроде как люди, ну мягко говоря, погруженные во все это, и в какие-то моменты было непонятно. Да, у меня даже коллега вчера спросил, говорит, слушай, говорит, это все, конечно, очень хорошо, но ты вообще объясни, вообще распуск думы будет или не будет? Да, мне уже хотелось сказать, да, черт его знает, да, но на самом деле все-таки, наверное, процентов 99, что все-таки Роспосудистская дума состоится, когда на этот вопрос вам не ответят даже все, кто вот эту эпопею затеяли, потому что они сами не могут понять. Это мне вот напоминает ситуацию с Брекситом, потому что когда там Фарадши и компания вот всю эту идею провозгласили, им казалось, что это же так классно, это им позволит вообще оказаться на политическом олимпе, всех обыграть, и либералов, и консерваторов, и вообще вот тот конек, который вообще обеспечит им вот политическое... Мировую славу на год долгие годы. Да, беспроблемное политическое будущее. Слава это действительно им обеспечило, но вот как раз политического будущего у них не стало, потому что они когда вот этого джина из бутылки выпустили, они вообще даже не могли на несколько шагов вперед подумать, чем это все закончится. Вот то же самое вот с Роспуском Рижской Думы. Мне кажется, что те, кто всю эту эпопею закончили, начали, если бы они знали, во что это все превратится, я думаю, они бы трижды прыгнули, не знаю, через левое и правое плечо, и вообще бы этого не делали. Что вот мы, говоря об этом Роспуске Рижской Думы, это вообще беспрецедентный случай, поскольку никогда вот в новейшей истории Европы не было вот такой ситуации, когда бы государственная власть пыталась бы уволить самоуправление столицы. Вот к нам, по-моему, приходил Андрес Америкс, и они там посмотрели статистику по Европарламенту, и выяснилось, что два города, один, по-моему, в Италии, другой или в Дании, или в Голландии, небольшое городок, где распустили, уволили самоуправление, которое там совершило какие-то там действительно беззакония, творило и вообще потерял вообще всякие нити управления. Но это были маленькие провинциальные города, а здесь столица страны Европейского Союза, демократическая избранная власть, вот так вот распускается. Притом повод, по которому распускается Рижская Дума, самый анекдотический выбран. То есть, не знаю, там можно было Рижскую Думу упрекнуть, к примеру, там, не знаю, в плохом состоянии дорожного покрытия, в том числе в центре города. Хотя сейчас там вот за... А весной был кризис, между прочим. Да, сейчас за лето и за осень нашу тёплую залатали эти дыры, но вообще ситуация была такая печальная из-за переменной температуры. Из-за ситуации с мостами, там, смотрите, Дегловский мост, Брасовский мост, ещё там можно, за это можно упрекнуть. Какие-то, не знаю, правда, ничем это не закончилось, вся эпопея с коррупционными скандалами, но тем не менее там были эти коррупционные скандалы. Но мусор – это как раз та функция, с которой Рижская Дума справлялась, справляется, и, насколько я понимаю, собирается справляться дальше. Есть те, кто вывозит мусор, они готовы это делать, как это ни смешно, с договором между Рижской Думой и жителями. Без договора с жителями только с Рижской Думой. В условиях чрезвычайной ситуации. Без чрезвычайной ситуации. Днём, ночью, когда угодно. Поэтому как раз вот это та проблема, которая надуманная, её как раз нет. И фактически, да, был использован предлог юридический. Действительно, в законе о самоуправлениях есть такая статья, которая позволяет инициировать процесс Росковского самоуправления, если как минимум дважды не исполняется какой-то закон. Ну вот там нашли какие-то там крючкотворцы, нашли какие-то там пункты закона о вывозе мусора, что якобы вот там эти пункты Рижская Дума там не соблюдала. И вот на этом основании производится попытка распуска Рижской Думы. Поэтому я согласен с теми радиослушателями, которые вот это беспрецедентное событие, которое ещё, кстати, не закончилось, поставили на первое место. И называется всё это мусорный кризис, и мне понравился, наверняка многие тоже видели, мэм в интернете ходил, мусорный кризис в Неаполе, где просто не пройти, потому что все улицы завалены мусором, их не вывозят там неделями, крысы уже расплодились, белки, лисы, и кого там только нет, и кризисный мусор в Риге, и чистые улицы наши. Ещё, конечно, я думаю, чтобы наши радиослушатели не упрекнули, что мы как бы там выгораживаем Рижскую Думу. На самом деле Рижская Дума в этом году, если мы вот подводим политические итоги года, очень часто заставляла о себе говорить, и это уже, наверное, сигнал к тому, что там было что-то неблагополучное, потому что обычно мы говорим о самоуправлении в контексте того, действительно, там отремонтированы ли дороги, отремонтировали ли мосты, как функционирует общественный транспорт, не знаю, цены на билеты, а мы, наверное, энное количество передач посвятили именно политическому кризису в Рижской Думе. Мы помним, что он случился или обострился на фоне того, что господин Пуца, опять-таки же министр среды и регионального развития, отстранил от должности Нила Ушакова. В апреле. Многие уже это забыли. Потом Ушаков и Америкс был избран два лидера ярких личностей в Рижской Думе. Их Рижская Дума лишилась, они были избраны в Европарламент и началось. Один мэр Туловой с три недели продержался, потом его мэра, потом мэра, потом попытки его снять, потом одна коалиция, потом рухнула другая коалиция, потом новая коалиция. И, в принципе, Рижская Дума своими политическими кризисами и проблемами затмила, конечно, семь. Но, опять-таки, это обычная нормальная ситуация о многопартийной системе, где есть оппозиция, где есть правящая коалиция. Ничего экстраординарного, чтобы заставило правительство запустить процедуру распуска, на мой взгляд, не было. Другое дело, если бы действительно Дума не могла избрать мэра, не могла провести там заседание, стала бы недееспособной, но тогда само министерству ничего другого не остается, как идти на этот процесс выборов. Еще, кстати, до сих пор мы не знаем, на какой срок будет избираться новая Рижская Дума. Да, это главный вопрос. Да, поскольку, ну, наверное, сегодня мы не будем это все обсуждать, чтобы совсем уже не запутать радиослушателей, но я согласен с тем, что это, наверное, главное политическое событие. Второе политическое событие мы назовем, так, шум у нас вместо того, чтобы услышать звонок. Мы надеемся, что только у нас, а не у наших радиослушателей. Да. Звоните нам 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Главное политическое событие, на ваш взгляд, чем вам запомнился этот год? Может быть, вы можете дополнить наш список? Да. Пока мы ждем звонка, наверное, я бы определил, как второе важное политическое событие – это избрание президента Латвии. Да, вот есть звонок. Есть звонок, да. Давайте примем звонок. Доброе утро. Доброе утро, это опять я, вы уж не опростите. А мы итоги подводим, у вас, может, по каждой теме будет, что сказать. Да. Смотрите, я один раз разговаривал с очень богатым человеком, не из Латвии, очень богатым человеком, он там сотни миллионов инвестировал, он мне сказал одну такую фразу. Запомни, политика идет всегда впереди денег. Всегда впереди денег идет политика. Если мы посмотрим на уходящий год, то, по сути, это так и есть. И американский президент Дональд Трамп нам в этом показывает прекрасный пример, как политика идет впереди денег. Что называется, как правильно сказал Владимир Владимирович, что маски сброшены. Теперь вернемся к муниципалитету. Что такое муниципалитет? Любой муниципалитет – это денежные потоки. В условиях сужающегося рынка, в условиях сужающихся доходов, власть, придержащие в Латвии решили отжать денежные потоки у власть, придержащих в Риге. Это мы прекрасно видели на примере Рижского порта. Теперь мусор. Мусор – это тоже денежные потоки. И это очень большие денежные потоки. Мусор всегда можно повышать цену, можно применять какие-то мутные схемы и от этого иметь денежные потоки. То есть идет борьба за денежный поток, а Рига в Латвии – самый сладкий кусок, где этот денежный поток дегревируется. Поэтому сейчас просто происходит банальное, будем называть это своими словами, рейдерство на государственном уровне для того, чтобы отжать активы одних, отжать активы себе. Спасибо большое. Ну, в этом тоже никто не сомневается. О том, что здесь есть и экономическая составляющая, и, в принципе, желание поменять руководителей Риги. Видимо, правящие посчитали, что нынешние руководители засиделись. Они уже больше 10 лет управляют столицей. И есть желание, я так понимаю, прихватить тех, кто сейчас возглавляет правительство. Есть желание прихватить Ириджескую думу. Но уже в любом случае мы обозначили это как главное, наверное, политическое событие беспрецедентное вообще в новейшей истории Латвии, Европы. Второе, как я уже сказал, наверное, выборы президента Латвии, Геос Левеца. У него конкуренты появились только на последнем этапе. Дидзе Шмидтс и Юрий Сьянсен, омбудсмен, пытались ему составить конкуренцию, но создалось, я думаю, у всех ощущение, что они были такими, знаете, статистами. Все уже было решено. Все партии, правящие коалиции, включая либералов, присягнули, наверное, явно такому национал-консерватору. Он пока их не разочаровал. Все вот идеи, инициативы правительство господина Левец активно поддерживает. Поэтому они в нем не ошиблись. Но вот станет ли, сможет ли Левец стать президентом всех латвийцев, на что он надеялся в своем первом выступлении, он сказал, что я хочу стать президентом всех латвийцев, увидим. Пока сложно об этом говорить, но вот появился у нас новый президент. Первое открытым голосование. Да, открытое голосование. Был такой нюанс, что тоже вообще лишило всякую интригу вот этот процесс выборов. Вот еще третье, наверное, третье такое вот важное событие, третье, это, конечно, выборы в Европарламент. Кто-то скажет, что вообще Европарламент далеко, на Латвию особого он влияния не оказывает. Но мы уже неоднократно подтверждали с помощью наших гостей, что на самом деле это имеет довольно большое значение на Латвию, кто нас представляет в Европарламенте, особенно если речь идет о том, что крупные фракции в Европарламенте. Еще такой уникальный случай, что два человека из Ильичской думы, несмотря на все вот эти скандалы, которые были, несмотря на все вот эти наезды, смогли получить довольно большую поддержку граждан Латвии, я имею в виду Ушаков и Америкс, и уверенно получили мандат, согласие увеличивая свое представительство в Европарламенте до двух человек, поскольку всего на Латвию выделяется восемь мандатов, это довольно много. К другим политическим событиям, которые, мне тоже, кажется, имели большое значение, это административная региональная реформа, и региональная административная реформа, шутка ли сказать, что 19-цевого правления сейчас хотят оставить всего 39. Ну, здесь тоже, наверное, наш радиослушатель, который говорил о денежном потоке, тоже, наверное, здесь уместно такие намеки. Я думаю, что правящая коалиция, естественно, решила не ограничиваться только захватом Риги. Они достаточно посмотреть на эту политическую карту регионов и увидеть, что там большинство вот мэров городов или вице-мэров – это представители Союза зеленых и крестьян. И вот эта региональная реформа позволит очистить, если так можно сказать, самоправление от правления зеленых крестьян. Так что сразу двух зайцев убивает вот эта правящая коалиция и реформирует самоправление и уничтожает политических своих оппонентов, Союз зеленых и крестьян. Вообще вот мы нашим радиослушателям предложили как одно из таких важных событий – это уменьшение рейтинга КПВ и ЛВ. На самом деле здесь черный год для зеленых и крестьян. Рейтинг, кстати, у них не уменьшился, но по сравнению с тем, что он уже и так упал на выборах. Но тем не менее для них это такой очень несчастливый год, они потеряли все. Сначала они в конце прошлого года на выборах всего получили 13 мандатов, 11, пардон, в результате. Потом они остались в оппозиции, их не включили в правительство. Под занавес этого года, как мы уже констатировали, был нанесен мощнейший удар Соединенными Штатами по мэру Венспилса Айвара Ленбергу, а это ключевая фигура в Союзе зеленых и крестьян. То есть много событий негативных и плюс еще административная территориальная реформа, которая завершится в 2021 году. И как она отразится на них? Ну, мы можем догадываться, как она отразится на Союзе зеленых и крестьян, когда 119 самоуправление, из них там, не знаю, по-моему, в 70 высокие посты занимают Союзе зеленых и крестьян, остается всего 39. Ну, как отразится? Тут простая математика. Трагически отразится на Союзе зеленых и крестьян. Ну, выдержат ли они это испытание, судя по рейтингам, вроде да, но вот, тем не менее, это такое важное событие административно-территориальная реформа. И она под собой еще много. Мы тоже в этой студии говорили и писали, что под этой реформой она настолько обширная, что мы только с политической точки зрения, что будет объединение, реформа, кому достанется, кому не достанется. Помимо этого, есть много-много еще ниточек, которые связывают это, как будет там скорая помощь работать, как полиция, все же это там сеть больниц, сеть школ. То есть там настолько все, общественный транспорт, там столько всего под этой реформой, что вскроется еще вот в течение там следующего года и через год, да, что об этом еще говорить-говорить и смотреть и смотреть, как это отразится. В этом году вот как раз-таки, не знаю, можно сказать, год Юриса Пуца, такой очень активный, да, обычно мы про, есть два министра, вот мы как раз тоже обсуждали в редакции, что два министра обычно такие тихие. Это министры земледелия, которые, ну, как правило, там, кто-то даже не помнит, как его зовут. Да, да, да. И это... Министерство среды регионального развития. Да, обычно тихо, но вот Пуца вошел, вошел так вошел, и региональная реформа, и Рижская дума, и прочее-прочее, да, то есть, ну, есть о чем говорить, и как раз-таки вот он в этом году ездил по городам и селам, как говорится, обсуждал со многими самоуправлениями на местах уже, какие претензии, какие возможности, что и как проводил всевозможные беседы. Но чем они закончились, все равно недовольство... Да, примем звонки наших радиослушателей. Доброе утро. Доброе утро. Мне вот политика наших депутатов Рижской думы непонятна в том смысле, что у них уменьшили деньги, у них постоянно с начала года идут угрозы распуска туда-сюда. А они постоянно какими-то дрязгами занимаются. То они будут с этими участвовать, то они не будут с этими участвовать. Но в случае угрозы они должны были, по идее, бесплатиться. А тут весь народ на ушах стоит и ждет, когда они кончат свои дрязги. Чем это кончится? Объединяться, не объединяться. Вот мне это непонятно. Почему никак они не могут договориться? И согласие. Вросьба называется согласие, но когда их послушаешь, то они тоже с кем-то будут, с кем-то не будут. И у них-то согласие. Одно только остается в названии согласие. Спасибо большое. Да, ну вот мы же, в принципе, и говорили о том, что, к сожалению, вот и Рижская Дума сама не без греха. И такая ситуация, в которой она оказалась, это заслуга в кавычках не только господина Пуца или правящей коалиции. К сожалению, ну вот помогли отдельные депутаты Рижской Думы, такие, мягко говоря, неуживчивые, да, и пытающиеся всем что-то доказать, что-то заполучить и так далее. Ну, я говорю, что сейчас просто не хочется отдельно останавливаться о самой внутренней ситуации в Рижской Думе. Уж очень много мы о ней говорили на протяжении всего года. И будем еще говорить. Да, она заставляет нас об этом говорить. Но возвращаясь, раз уж нас радиослушательница вернула к этой теме, ну, будут, скорее всего, внеочередные выборы в Рижскую Думу. И сейчас, я так понимаю, или это произойдет в марте или в мае. Скорее в мае, чем в марте. Но в любом случае, если так вот все это затянется, этот процесс долгоиграющий, то Рижская Дума еще успеет до своего увольнения и принять бюджет города на 2020 год. И это, в принципе, хорошо. Еще один звонок, наверное, примем до перерыва. Главные политические события, да. Чем вам запомнился этот гость в политике? Здравствуйте. Доброе утро. Алексей, меня зовут. Да, пожалуйста. Вот, если посмотреть, как исторически происходила передача власти, либо это реинкарнация из партии, которая набирала хорошие рейтинги, все ее выбирали, потом она превращалась в 5% или меньше, создавалась другая партия. Или другой способ. Значит, партия власти берет себе в компаньоны, скажем так, мальчика для битья, который сначала хорошо все работает, а потом на него сваливают все, все-все-все, и он за все виноват, и его выставляют за дверь. Вот зеленые крестьяне, по моему мнению, в прошлом теме, вот были таким мальчиком, которого выставили, но, к сожалению, во многих регионах в самоуправлениях не до конца это люди поняли. Все-таки там что-то хорошее делали эти люди, и они остались там. Поэтому нужно реформу провести, значит, всех сократить, помножить на ноль. А то, что сейчас происходит, вот как партия, которая набрала, там вообще еле прошла в парламент, получила премьерское кресло и сформировала коалицию. Ну, это, ну, это, как бы, очередной эпизод цирка. Это все, я считаю, это театр такой, цирк для людей, которые в это верят. На самом деле ничего не изменится. Как все, как они решили, так и будет. То есть там выборы, не выборы. Посмотрите, какая демократия, если можно запросто взять, отобрать у самоуправления порты. Ну, о чем вы говорите? Какая тут демократия? При чем тут выборы? Думу можно взять, распустить просто. Какие выборы? Зачем там люди приходят? Можно просто взять, бумажку подписать и распустить там. И это какая демократия? О чем вы говорите? Спасибо. Спасибо большое. Вот, к сожалению, то, что сказал у нас радиослушатель. И это самый печальный политический итог этого года, если абстрагироваться от всяких разных нюансов. Это все мелочи. Действительно, в этом году мы стали свидетелями бескомпромиссной законности. Вот так Борденс обозначил этот процесс, который превратился в такую, как кто-то шутит, законность безграниц или безграничное беззаконие, поскольку действительно правящая коллекция своими действия так и заставила думать жителей Латвии, что демократия, участие в выборах, это все как бы вторично. Самое главное, у кого в итоге машина для голосования, вот ты хочешь распустить Рижскую думу, ты ее распускаешь. Тебе не нравится вот комиссия в Сейме по госуправлению и делам самоправления, где там нет управящей коллекции большинства? Ну какая разница? Пускай законопроектом о распуске думы занимается комиссия по бюджету и финансам, но хорошо, что еще не комиссия по спорту, не под комиссия. Это какое имеет отношение вообще бюджетно-финансовая комиссия к процедуре распуска Рижской думы. Ну хотя бы юридическая комиссия на худой конец, если не комиссия по госуправлению. То есть, в принципе, демократия там не ночевала. Особенно мне нравится, когда комиссия по этому закону о пяти с половиной годах для Рижской думы, это еще один такой обращик без компромисса законности, продавливался через комиссию по госуправлению и делам самоправления. Не продавили. Комиссия проголосовала, шесть на шесть разделилась. Это значит, что законопрект не может быть вынесен на пленарное заседание сейма и рассмотрен. Его выносят, грубо нарушив вообще всю процедуру, устав сейма выносит и рассматривает. Ну что простые обыватели, вообще граждане Латвии могут думать о таком законотворческом процессе, о том, что просто растоптана демократия. Ну вот как раз наш радиослушатель актуализировал и напомнил, да, действительно единство, новое единство, восемь мест всего в парламенте, седьмое место на выборах и в результате эта партия становится правящей. У нее премьер, у нее министерство и, ну да, такая интересная, мягко говоря, ситуация получилась. Мы прервемся на рекламу, вернемся через пару минут, говорим мы в этом часе о политических событиях, самых ярких и запоминающихся в этом году. О политике говорим и призываем вас звонить и вспоминать самые яркие политические события. Что вы можете вспомнить, напомнить, что поставить на первое место, что незначимо совершенно для вас. 67212-93-9, 67213-93-9, номер ватсапа 2306191. Вот мы пять вариантов предложили, это развал Рижской думи, акции протестов медиков, языковая реформа во всех образовательных учреждениях, автоматическое гражданство для детей и неграждан и падение рейтинга партии КПВЛВ с 14 до 3%. Да, ну вот что касается языковой реформы, на самом деле это все было принято еще пошум сеймом, поэтому мы может быть здесь особо не будем сейчас заострять внимание, ведь уже все было предрешено, что с 1 сентября она будет запущена этого года. Да, в этом году запустили эту реформу, но на самом деле все было еще принято в прошлом году. В этом году из таких вот языковых нюансов, таких, я не знаю, это уже анекдот или трагедия, здесь всегда все смешивается, это вот попытка во время кредификации закона о административных правонарушениях наказывать за то, что в почтовые ящики будут бросать буклеты, где наряду с латышским языком будут другие языки. Вот большего абсурда, наверное, сложно себя придумать, то есть если кто-то там какую-то рекламу бросит, где рядом с латышским будет английский язык или русский язык, то тогда за это будет сейчас штрафовать. Но пока этот закон, его принятие отложили до 1 июля, как и всех вот этих законодательных новых актов, связанных с административными правонарушениями, но вот если мы говорим о такой языковой политике, вот это еще один абсурд. Интересно, что еще дальше запретят? Ну, видимо, теперь уже будет по домам ходить на следующем этапе, смотреть. По больницам уже ходят. Да, кто где как, чего смотрят. Да, вот абсурд. Видимо, все остальные, других проблем-то уже нет больше в стране, все решено. Но вот еще наши радиослушатели тоже упомянули вот эту такую ситуацию интересную, когда те, кто проиграл, те в результате и победили. Я имею в виду новое единство, получив всего в 7, меньше всего мандатов, 8, и возглавили правительство после этого рейтинги, которые пошли наверх. Больше 6%. Да. Ну, можно, конечно, по этому поводу долго смеяться, но с другой стороны, здесь нужно только, можно похвалить новое единство за то, что они воспользовались ситуацией тем, что очень много новеньких пришло в 7, и они были не в состоянии между собой договориться, как правильно делить власть. И этим моментом воспользовались после двух неудачных попыток формировать правительство новенькими, очень умело воспользовались опытные зубры из нового единства. Да. Ну вот, тем не менее, математику как бы не обманешь. И вот в Сейме не новое единство, естественно, командует, а общая коалиция. И там как раз у новых консерваторов, у того же КПВЛВ, АТС и Байпар, вот для развития ЗАО, у них все-таки больше мандатов, чем у нового единства. Я помню, как многие радовались, говорили о том, ой, новый Сейм, который вот в ноябре прошлого года пришел к власти, надо же, наконец-то, 60 новых депутатов, как это здорово. Вот те события, которые сейчас происходят в Сейме, как раз показали, что вот когда вот эти новенькие приходят, чаще всего, к сожалению, с таким с революционным самосознанием, вот до добра это не доводит. Для них, у них нет таких вот, таких вот традиций парламентаризма. Вот они и продавливают все, вообще не думая о конституции, о законах. Вот мы сейчас наблюдаем господство вот этих новых депутатов. Илза Винкела, кстати, у нас в студии говорила, что вот человека, можно ли назвать политиком человека, который вот пришел там, депутатом стал, что он еще не политик, и не всем это дано, что его могли выбрать, он может стать депутатом, но политиком мудрым и там способным принимать взвешенные решения, он может никогда до этого не дорасти. А кнопка у него есть. Вот знаете, тот случай, когда кнопка-то есть, у кого тут кнопка, вот тот и, к сожалению, решает. Вот они и решили, кстати, еще одно важное, наверное, политическое событие года или антисобытие, это, конечно, обман, потрясающий обман медиков и грубое неисполнение закона о финансировании здравоохранения. Мы знаем, что, наверное, впервые за многие годы медики действительно вышли на улицу в большом количестве. И люди их тоже поддержали. На Пике, по-моему, две тысячи людей стояло в этой вот возле Сейма, кто-то скажет, ну подумаешь, там две тысячи, но для Латвии две тысячи – это уже очень большое количество медиков. Конечно, я так понимаю, что какие-то протесты продолжатся и в следующем году, насколько они будут массовые, у меня вот есть такое опасение, что медики, пошумев, все-таки смирились с тем, что в следующем году они не получат обещанные прибавки. Каждый будет из медиков решать, наверное, эту проблему самостоятельно. Кто-то соберет вещи и таки уедет, там, где платят больше и условия труда лучше. Кто-то будет продолжать там на двух-трех работах работать, чтобы собрать какую-то сумму для содержания семьи. Но вот таких вот массовых протестов, какие имели место быть вот в этом году, мне кажется, в следующем году не будет. Может быть, я ошибаюсь, плохо думаю о нашем профсоюзе медработников, но мне кажется, что вот как-то вот пар уже вообще ушел. Ну, вообще, четверг, наверное, стал таким днем, но оно и понятно, заседание Сейма, и вот после этого массового выхода на улицу, когда медики вышли, после этого, ну, практически каждый четверг во время заседания Сейма хоть пара человек, хоть какая-то акция у Сейма проходила, что тоже, мне кажется, ну, пусть там будет один человек стоять с плакатом, но это уже какой-то глаз народа, и, возможно, к ним присоединятся больше людей. Но вот если про медиков говорить, мне, кстати, была очень симпатична, и так я, ну, про себя отметила солидарность медиков, когда было предложение, как такой компромисс некий, что да, мы не можем выполнить свое обещание, но мы готовы на 20%, например, поднять обещанные зарплаты молодым медикам, да, для того, чтобы их как-то стимулировать, а остальным, ну, как пойдет, на 10% поднимем, а там как получится. И не согласились с этим, и в том числе, там, профсоюз и общество молодых врачей, и они сказали, что нет, мы не согласны, то есть не было, о, спасибо, мы тут получили, на этом всем спасибо, до свидания, там, мы всем довольны. И молодые, молодые врачи, в том числе, там, и письмо президенту, и Сейму писали, что нет, они не согласны с таким, но мне кажется, такая солидарность, она, ну, похвальна. Да, я тоже на это обратил внимание, абсолютно, конечно, здесь можно пытаться дальше анализировать, и мы понимаем, что молодые врачи, это резиденты, они зависят от пожилых врачей, потому что они у них резидентура будет проходить, да, из серии можно, конечно, строиться со всеми преподавателями вуза, если ты никогда не хочешь получить диплом, да, так вот и здесь, но на самом деле, да, элементы солидарности мы наблюдали, к сожалению, пока результата нет, и политики не очень долго пугались вообще вот этих манифестаций. Да, вообще они не пугались, это удивительно, насколько, конечно, я вот просто наблюдаю за этим с каменными, с каменными лицами, может, я еще не опытна. За 25 лет никаких протестов за редким исключением не происходит, поэтому вполне можно и наплевать на медиков, но мы же видим, что фактически, если быть объективным, один раз все-таки чуть-чуть политики испугались, это тоже одно из событий года, начался сбор подписей за распуск Сейма, мы еще это не успели как бы осветить. Сначала, когда за короткое время было собрано 30 тысяч подписей, потом 40, и тут правящие политики чуть-чуть притихли и уже начали говорить, что ну вы знаете, ну вы понимаете, ну мы-то за медиков всей душой, не только за медиков, ну вот как будет возможность, то есть действительно испуг был, но он через какое-то время прошел, когда все увидели, что сбор подписей начал буксовать. Темпы уменьшились, я понимаю, что еще можно, так сказать, впереди там, по-моему, сколько, 9 месяцев еще сбора подписей, теоретически можно эти 155 тысяч подписей за референдум собрать, но это уже будет сделать крайне сложно, потому что вот темп спал, самый такой вот протестный электорат, как выяснилось, что у нас вот протестный электорат, на самом деле его не так много, как кто-то представляет. Вот эти 40, 50, может быть 60 тысяч граждан Латвии, вот и весь протестный электорат, и больше нет. И это тоже такой сигнал правящим политикам, что можно и дальше не считаться с мнением народа, по крайней мере, до выборов. Звонок примем нашего радиослушателя. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Ну вот если помните, Абик, я, когда у вас был Кузьмук, я шибко умный, я сразу сказал, что подписи собраны не будут, и даже до ста не дойдет. Кузьмук со мной спорил, и вы не соглашались. А я сказал, подписи спорят, это просто по последнему, я по событиям года, ну просто вы сейчас, вот каменные лица, и вот ваша фраза, сравнение Роспуска Рижской Думы, значит, с Брекситом, да вот если приподняться вот над всем этим копошением, так вот, посмотреть с высоты, абсолютно нельзя сравнивать, это здесь редкий случай, когда я с вами категорически не согласен. Вот их каменные лица, и вот фраза утра, маски сброшены, у них абсолютно беспроигрышны. То есть они знают, что проиграть они не могут, электорат будет за них, поэтому делай, что хочу, с любыми каменными физиономиями, все прокатит. Поэтому абсолютно, значит, вот Брексит там те, что не ведали, что творили, а эти знают, что можем делать, что хотим, все нам. Так единственное, в нюансах они будут определяться, сейчас разгонять, позже, на 5 лет, на сколько, что им будет выгоднее, то они и сделают. Вот. И, значит, события года. Вот для меня, у меня как-то свое видение такое, значит, я еще раз повторю, шибко и умный, наверное, да, это ирония, да. У меня, значит, события года, я вот сейчас скажу, наверное, мало кто со мной согласится, это деятельность суда, который у нас называется конституционным. Из последнего вернуть Юроша Закатистовым год прошел, значит, чтобы сейчас их вернуть. Решить, наверное, это можно было за 5 минут в суде. И никто не говорит о том, что, наверное, зарплату за год им дадут, за то, что они не сидели там. Самое главное, конституционный суд, это отмена образования на русском языке и уникальный комментарий Энете Земеле, это глава конституционного суда. Там т-т-т-т-т-т-т, и одно из главных, значит, историческая справедливость. Но если конституционный суд будет у нас решать, значит, исходя из исторической справедливости, то о какой вообще бескомпромиссной законности в этой стране можно говорить? И еще одно замечание к конституционному суду, там еще были решения, это если помните начало года, когда засекретить информацию для общего, значит, доступа о зарплатах, о доходах, даже зарплаты здесь неуместно слова, высшего руководства образования, ректоров, проректоров, там, наверное, и нет Энета Друзь, и там, и все это компании, то есть подали в суд какие-то преподаватели рассмотреть, чтобы не было информации о зарплатах. Это вот три момента я называю, и для меня, еще раз, мое видение, вот если у нас конституционный суд уже принимает такие решения, то, значит, о какой-то законности забыть вообще можно, и для меня это главное событие года. Спасибо большое, да, ну вот, кстати, я совсем не против того, что вот эти решения конституционного суда, спорные во многом, могут тоже быть в этом рейтинге, скажем так, главных событий года. Что касается, да, образования, особенно частных школ и колледжей, я по наивности своей все-таки думал, что там будет признано, что вот такое грубое языковое вмешательство государства в тех, кто учится, свои деньги, все-таки, ну это явно выходит за рамки конституции, но здесь действительно вмешалась историческая справедливость. Ладно, об этом мы еще поговорим. Что касается вот последнего вашего, или последнего решения конституционного суда в отношении Закатистова и Юрыша, вот здесь на самом деле я, наверное, как это ни странно, может быть, для вас прозвучит, склоняясь к тому, что конституционный суд поступил верно. Ведь что происходит на самом деле, мы сейчас не будем говорить, Закатистов и Юрыш виноват или нет, пускай суд решает, да, там уже в отношении Юрыша судебный процесс, кстати, уже идет, не только следствие, а судебный процесс в отношении Закатистова еще следствие. Вот смотрите, у нас в предыдущие годы была такая ситуация, когда кто-то оказывался под следствием, да, следствие в нашей стране дело небыстрое, длится годами, и чаще всего получалась абсурдная ситуация. Депутат, которого нельзя было лишить мандата, вот его прокуратура просила вот выдать для проведения правосудия. Он продолжал ходить в семь, да, только не голосовал, не участвовал в работе комиссии, получал там треть своей заработной платы, ничего не делал, да, и ждал вообще он виновен или не виновен. И зачастую оказывалось так, что его признавали виновным или невиновным, тогда, когда его полномочия уже завершались. Да, а если вдруг он невиновен, а он не смог вообще три года работать депутатом, хотя его избрали, за что тогда он получал хотя бы частичную зарплату, интересы своих избирателей он тоже представлять не мог. Я еще... Отсиживался. Да, я бы еще мог представить ситуацию, когда вот он поражен в правах, пока он там под следствием, и тогда вместо него другой депутат, следующий по списку. Нет. Получается, что просто как бы и он не работает, и на ему замену нельзя никакую сделать, и он находится в подвешенном состоянии. Вроде на работу ходит, а вроде участвует в работе не может. Но эта ситуация какая-то странная. Если бы действительно у нас было правосудие бы относительно быстрое, и в течение одного созыва парламента можно было бы понять, человек вообще виновен, суд признал его виновным, приговор вступил в силу или не вступил. Но у нас, я говорю, что зачастую уже давно семь, уже два сейма прошло, а этот человек все в подвешенном состоянии. Поэтому я бы здесь как раз вот за это решение по Закатистову и Юрушу, это не только ведь к ним относится, да. Камень бы не бросал. По существу это относится, будет относиться и к депутатам оппозиции, если кого-то из них там, кто-то окажется под следствием. – Ну, у нас, в общем-то, например, глава комиссии бюджетно-финансовой, да, Мартин Шбондерс, – Ну, у него там гражданский процесс на самом деле. – Ну, в любом случае, что человек не с блестящей репутацией, не с… есть к чему придраться, мягко говоря, да, и при этом он… – Это вот, кстати говоря, сигнал избирателям, пускай они сами решают, кого они хотят видеть вообще в парламенте. Но в любом случае, если мы исходим из того, что у нас хотя бы частично презумпция невиновности еще есть, и пока человек не признан виновным, можно ограничить его голосованием, там, не знаю, за те решения, которые связаны с работой полиции, там, и с прокуратурой, ну, чтобы не было конфликтов интересов, да. Но просто, так сказать, его отстранять от работы, при этом он какую-то зарплату получает, но ничего не делает, но это тоже как-то, ну, очень странная история. Доброе утро, слушаем вас. – Доброе утро. – Доброе утро. – Сделайте радио, ты умеешь потише, пожалуйста. – Да-да, я уже ушел от него вообще. У меня вот какой интересный вопрос, один, первый, первый. Может быть, там в ваших записях, пока в последнее найдете что-нибудь положительное, а то сплошной негатив, вообще, говоря, не очень интересно даже слушать. А второе, может, нам хватит просто так говорить и проветривать желудки, а начинать думать о том, как нам всем организоваться на протестные акции. Вот тут надвигается, ну, не то, что надвигается, а скоро 13 января знаменитое. Может, нам всем пора уже выходить и начинать протестовать. – Спасибо большое, извините, если вы вынуждены вас прервать, не потому что нам не нравится, что вы говорите, но, в принципе, мысль понятна. Единственное, только вот, с одной стороны, вы говорите о том, что надо что-то позитивное, и тут же предлагаете выходить на протестные акции. Уже не говоря о том, что, в принципе, ну, незадачно на радиостанции выступать тут агитатором и пропагандистом, кого-то там на улице выводить, совсем не наша задача. – Если есть у вас что позитивного сказать, вы, пожалуйста, к вашим услугам телефону прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9 и номер ватсап. – Знаете, все в мире, как известно, как сказал, так сказать, классик физики относительно, и, может быть, кто-то в процессе распуска эйской думы тоже найдет позитивное, кто-то скажет… – Однозначно, конечно. – Знаете, ну, ведь, а думы-то еще не распустили? Это позитивно? Позитивно. Поэтому… – Кого? С какой стороны посмотреть? – Ну, кстати, про позитив, вот я уже сразу воспользуюсь возможностью и проанонсирую, с 11 до 12 часов в этой студии Артем Липин и Андрей Лешкевич будут спорт обсуждать. Я думаю, что там более позитивно. – Это тоже как посмотреть, да. – Каких-то достижениях будут говорить. – Да, вот, я не знаю, это, конечно, не политика, но вот сегодня сейчас пришло сообщение, что сегодня в Латвии может быть побит рекорд по теплу 100-летней давности. – Чем не позитив? – Чем не позитив, да. – Звоните, принимаем звонки ваши, продолжаем. Доброе утро. – Доброе утро, слушаем вас. – Доброе утро. – Да, пожалуйста, слушаем вас. – Да, доброе утро, здравствуйте. – Да, вот слушаю ваш эфир, да, и этих пять новостей, конечно, они немножко, скажем так, выбивают из колеи, да, потому что вроде бы как бы ничего хорошего нету, но на самом деле скажу так, что войны у нас нету, беженцев никаких у нас нету, да, никто на нас не нападает, жизнь идет своим чередом, поэтому просто людям, которые считают, что им нужно голосовать и принимать участие в демократическом процессе, должны немножко поумнеть, как по мне, потому что их выбор доказывает нам в очередной раз, что правящие просто занимаются социальным древенизмом, как говорится, да, ставят опыты на нас. – Спасибо. – Спасибо. – Да, спасибо большое, действительно, ну мы тут обозреваем не вообще события всякие, да, а вообще именно говорим о политическом процессе, да, если мы смотрим глобально, войны нет, слава богу, беженцев тоже нет, тоже, наверное, слава богу. – Вот автоматическое гражданство для детей не граждан, кстати, и меньше всего процентов. – Ну, да, понятно, что если речь идёт о решении, которое коснётся ещё, кстати, неродившихся детей, да, ведь это не к тем, кто раньше родился, да, и коснётся там 20-30 человек в год, это тоже, конечно, хорошо, да, но действительно это не то событие, которое вот, ну, ключевое, может быть, поэтому наши радиослушатели даже, как мы знаем, вот, как мы видим в своих звонках, даже не упоминали, это настолько как бы несущественно на общем фоне массового безгражданства, что, ну, о чём тут, в принципе, говорить, да, ну, у нас были тоже интересные события про бюджет, я уже не знаю, это к экономике относительно или к политике, когда правящая коалиция в какой-то момент решила ограничить дебаты одной минутой, да, чтобы оппозиция много по бюджету не говорила. Сразу вспоминается такая фраза одного уже бывшего спикера парламента Соединённой страны, который сказал, что парламент – это не место для дискуссий, но, видимо, именно так решили поступить правящие и сказали, нечего тут болтать по бюджету, тем более мы всё уже решили, никому ничего, да, доброе утро, слушаем вас. Я коротко, войны нет, убеженцев нет, дорог нет, медицины нет, образования нет, всё прекрасно, я просто почему набрал, я, если вы услышали, не ставлю под сомнение решение Конституционного суда по Юрышцу, может быть, абсолютно вы правы, я говорил, что пять минут надо на принятие решения, а в январе выгнали, в декабре приняли решение, то есть пять минут я озвучивал, так что просто глупо год думать, возвращать или нет, именно вот в этом аспекте я говорил, так что вот, как-то так. Спасибо большое, ну вот, если совсем уж так ключевым отворством заниматься, Конституционный суд ничего не решает, потому что им что-то показалось, да, Юрыш не сразу подготовил иск, не в январе, он только, если мне память не изменяет, к лету этот вообще иск подготовил в Конституционный суд, и только тогда Конституционный суд это рассматривает, у нас Конституционный суд, ну, по своей инициативе решение не принимает, кто-то должен подать заявку из пострадавших, условно говоря, да, вот и сейчас, если, кстати, Рижскую думу таки распустят, то именно пострадавшие, ну, кроме депутатов Сейма, само собой, каждый и любой из депутатов Рижской думы, которого уволили, он может обращаться в Конституционный суд с иском, и только тогда Конституционный суд это будет рассматривать, когда они обратятся, тогда Конституционный суд будет рассматривать... Последний звонок мы успеем принять, очень-очень коротко попросим вас заканчивать. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Ну, коротко, как здесь сказать, ну, процесс идет, так что знания достигли, но процесс идет, мы ярко наблюдаем, так сказать, как соглашательская политика социал-демократов приводит к приходу к власти ультраправых, так сказать, это совершенно очевидно. И дальше, на что бы я обратил внимание, и эта соглашательская политика переходит на уровень Европарламента. Ушаков и Америкс проголосовали за приравнивание, так сказать, ответственности за развязывание во Второй мировой войне Германии, СССР и Германии. Это вообще чудовищно. Это так аукнется в будущем, что мы даже не представляем. Это приведет к политическому пересмотру всего устройства мирового. Вот к чему приводит, так сказать, соглашательская политика согласия. Спасибо. Спасибо. Спасибо, да. Ну, здесь наше радиослушатель, да, озаботился такими проблемами и глобальными. О глобальных событиях. Согласия, да, но, наверное, сегодня это не совсем тема нашего интерактива. Нашего часа. Но впереди как раз-таки мировые события с 10 до 11 часов в эту студию. Вот где раздолье, да. Нас сменят Анна Смирнова и Андрей Лешкевич про мировые события, про их влияние на Латвию в том числе. Конечно, все это взаимосвязано. Они поговорят, а после этого будет час спорта, потом катастрофы кино, компьютерные игры. В общем, все, что хотите. Ну, любой вкус и цвет, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами, а мы попрощаемся, я с вами на время попрощаюсь. Я вернусь еще в катастрофу с Вадимом Родионовым после 12 часов. Надо в катастрофу возвращаться. Да, я уже надеюсь встретиться с нашими радиослушателями в новом году. С наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова